Здравствуйте, дорогие друзья! Давайте с вами посмотрим одно приложение PhotoLab. Приложение очень хорошее, позволяет применять красивые эффекты к вашим фотографиям. Приложение PhotoLab бывает двух видов. Бывает PhotoLab бесплатный и бывает PhotoLab, как в моем случае, Pro бесплатный от Pro. PhotoLab отличается тем, что в бесплатной версии нет определенной коррекции эффектов. И также, насколько я понял, для работы PhotoLab нужно подключение к интернету, так как эффекты являются сложными, поэтому их надо применять к вашим фотографиям, как бы сказать, из удаленных источников. Активирую и открываю программу PhotoLab. Перед нами появляется достаточно понятный интерфейс. Посмотрим сверху. Избранные – это те эффекты, которые можете применить к вашим фотографиям. Но эти эффекты как бы являются в категории «Избранные». У нас интересует общая категория. И здесь мы видим определенные эффекты, которые вы можете применить к вашей фотографии. Допустим, я нажму на фотомонтаж лица. И могу посмотреть то, что имеется возможность применить вашу фотографию к тем или иным эффектам. Пролистаю вниз. Возьму астронавта. Для этого мне нужно сделать, либо сфотографировать, нажав на данную вкладку какой-нибудь объект «Лицо», либо выбрать из моей коллекции. Я выберу лицо этого мужчины, первое попавшееся «Лицо» с усами наверху. С помощью указанных границ точек можно уменьшить размер рабочей области вашего фотоснимка. Уменьшаю. Операция произведена. И я нажимаю на галочку сверху. Идет обработка. Теперь вы видите полученный результат. Данная кнопка «Сделать любимыми». Указанная вкладка «В начало операции». Здесь стрелочка и палочка «Сохранить». Изображение сохранено на вашем телефоне. В данном случае на моем. Перейдем дальше в меню «Рассматриваемые программы». Нажимаю вкладку «В начало». Посмотрим, что еще предлагает нам применить программа. Допустим, обложки журналов. Выбираю «Форбс». Попробую применить изображение данной фигурки. Мягкой игрушки. Выбираю фотоснимок. Хочу вам сказать, что в некоторых случаях программа не сработала. Потому что при выборе указанной, допустим, фотографии, мне было выведено сообщение, что лицо не найдено. Тем не менее, мы с вами попробуем разместить фотографию данной зверушки по прозвищу «Альф» на якобы обложке журнала «Форбс». Идет обработка. У нас получилось. Теперь вы поняли, что позволяет делать данная программа. Перехожу снова в начало. И внизу идет коллекция плагинов, эффектов, которые вы можете применить. В том числе, наложить вашу фотографию в эффектах знаменитости. Животные, головные уборы, простые рамки, обрамления. Или фото на купюрах. Принцип работы данной программы вам понятен. Всего доброго, друзья мои. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok